Далее эту тему будем обсуждать с нашей гостью Татьяна Иванова, правозащитница, общественный деятель. Сейчас с нами на связи. Татьяна, здравствуйте, рада вам в нашем эфире. Здравствуйте. Давайте начнем с вопроса, который я не так редко вижу на различных пабликах, в социальных сетях, иногда на страницах довольно авторитетных СМИ. Есть такое мнение, что отношение Российской Федерации, Российско-оккупационных администраций, в общем, войск, оно разнится в отношении территорий, которые были захвачены в 2014 году и территорий, которые были захвачены после 24 февраля 2022 года. Видите ли вы здесь разницу и не является ли это определенным таким пропагандистским все-таки месседжем? Мне трудно сказать, насколько действительно эта разница серьезная, потому что я все-таки жительница Тонбасса, и я больше общаюсь с нашими гражданами Украины, которые остались на оккупированной территории Донецкой и Луганской области. Я меньше общаюсь с жителями Крыма, хотя тоже общаюсь, и тем более меньше общаюсь с теми территориями нашими южными, которые были захвачены уже после 24 февраля. Но разница действительно есть. И разница есть даже по Донбассу, потому что там есть же территории, которые были с 2014 года оккупированы, а есть территории, как, например, Мариуполь, населенные пункты под Мариуполем, которые были оккупированы после 24 февраля. Так вот, на этих территориях, которые оккупированы после 24 февраля, ситуация сложнее, и ситуация с репрессиями тоже достаточно серьезна. Если в Донецке это было только в 2014 году, в 2015 это уже было меньше, в основном они пытались репрессивными методами отыскивать тех, кто может сотрудничать с Украиной, кто может передавать на подконтрольную Украину территорию, какую-то информацию из оккупированных территорий, то на территориях, которые оккупированы после 24 февраля, под репрессивную машину попадают жители, которые не имеют никакого отношения к работе со спецслужбами, к работе с СБУ, к тому, чтобы передавать какую-то информацию. В семье может даже никого не быть из военнослужащих, либо уж явно настроенных проукраинских членов семьи, и тем не менее, такие семьи и такие наши граждане Украины тоже попадают на территориях оккупированных после 24 февраля под очень сильные репрессии. Там могут расстрелять женщин, детей. В Донецке вот так массово, я не помню, чтобы в 2014-2015 году расстреливали целые семьи, расстреливали маленьких деток. Было жёстко, были репрессии, но это не было настолько массово, как это после 24 февраля. Репрессии — это один из аспектов, которые приносят на территорию Украины российско-оккупационные войска. Ещё один, и о репрессиях, по понятным причинам, с голубых экранов, россиянам не рассказывают. Говорят о том, что тот же Донецк процветает, Луганск процветает, Волчевский медкомбинат поднимается с колен, хотя на коленях он не стоял. В 2014 году до оккупации моего родного города, скажу так. В контексте экономическом, что тоже важно понимать и для зрителей наших, которые проживают на территории Российской Федерации, пропаганда говорит о том, что сейчас большие кавычки начинаются, став частью Российской Федерации, то есть по факту аннексировав украинскую территорию, Россия привнесла на территорию Донецкой и Луганской областей экономическое процветание. И, ну вот, определённый такой, не знаю, как даже это назвать, шлейф экономического хорошего будущего. Наверное, так это можно назвать. Какая ситуация, давайте с банального начнём, с продуктами, к примеру, на территориях, которые оккупированы российскими войсками, к примеру, в Донецке? По телевизору можно рассказывать многое. И какое-то время было, особенно это было там до 17-18 года, когда Донецка и население Донецка верили тому, что говорится по телевизору, потому что они не очень сильно ощущали перемены. Не так быстро они наставали, потому что запас прочности, который был заложен Украиной в этих городах, это всё-таки промышленные были регионы, промышленные города, он оставался. И этого запаса прочности хватило на несколько лет. И поэтому пропаганда срабатывала. Сейчас, что бы ни говорили по телевизору Российской Федерации, а люди-то остаются на местах, и они понимают, что то, что говорится пропагандами, пропагандистами Российской Федерации, на местах, это же сказывается, каждодневная жизнь о том, есть ли, каждый день люди понимают, есть ли у них деньги, на что купить вкусы. Есть ли продукты, которые они могли купить в Украине, есть ли возможность получить такое образование, есть ли возможность получить медицину, которая была в Украине. И уже рассказать людям, которые не получают этого, крайне сложно. Например, с продуктами в Донецке. Из того, что слышу я, когда общаюсь с нашими гражданами, они говорят, что, во-первых, продукты, которые заводятся из Российской Федерации, их ассортимент по сравнению с тем, которые были в Украине, достаточно скудный. Во-вторых, они очень сильно отличаются по качеству. Жалуются, что невкусная молочная продукция, невкусная мясная продукция, что очень много химикатов, полуфабрикатов, которые завозятся. То есть наши граждане и наше население привыкло к более качественным, к другим продуктам. Более того, их ассортимент еще не настолько соответствует тому, что было на этих территориях, когда они были подконтрольны украинскому правительству. Такая же ситуация с медициной. Медикаментов не хватает. Те медикаменты, которые производство Российской Федерации, на них тоже жалуются по качеству, что это плохое качество этих медикаментов. Жалуются и на сами медицинские услуги, потому что профессионалов очень много выехало. Кто-то не выдержал оккупации. К сожалению, серьезных профессионалов, врачей, хирургов нет уже в живых, которые не дождались, когда на эту территорию вернется Украина. Ситуация достаточно сложная. Я сейчас попробую примерить на себя костюм среднестатистического жителя Российской Федерации, который смотрит новости по телевидению, слышает условную Симоньян, либо же условную Скобееву. Что вот этот среднестатистический россиянин, который верит пропаганде Российской Федерации, может сказать? Такая ситуация в Донецке была до того, как Донецк стал частью Российской Федерации. Это все опять-таки в больших кавычках. То есть до того, как Россия аннексировала Донецкую область и Луганскую область, все было вот так, как вы говорите. Но сейчас ситуация, да, не так быстро, как хотелось бы, но меняется к лучшему. А поменялось ли что-то в лучшую сторону для жителей Донбасса после того, как в Кремле провели церемонию аннексии украинских территорий в 2022 году? Да, поменялось. Только поменялось не в лучшую сторону. Еще больше населения оттуда выехало, еще больше выехало молодежи, потому что молодежь точно не видит для себя будущего. Они не могут найти работу, они не понимают, какое будущее у этих территорий. Они видят, что завтра они тоже могут попасть под мобилизацию, даже те, кто сейчас учатся в школе. Это 9-е и 10-е классы. Они боятся, что даже со школы их могут забрать и дать им оружие в руки и рассказывать, что они должны защищать теперь чужое государство. Поэтому ситуация поменялась только в худши. Гражданам России могут рассказывать все, что угодно, но гражданам нашей Украины, которые даже, может быть, заблуждались в 2014 году, после 2014-го, и кто-то действительно ждал Россию. Теперь рассказать о том, что Россия принесет туда благо, уже крайне тяжело. И они уже не верят этой пропаганде. Но, к сожалению, пропаганда еще верит в Россию. К сожалению. Еще один контекст, коротко о тех городах, которые были оккупированы Российской Федерацией после 24 февраля. К примеру, оккупированы Мелитополь, это Запорожская область и Наргодар. Начнем с Наргодара, это также Запорожская область. Там россияне занимаются мародерством учебных заведений. Российско-оккупационные войска ограбили ряд школ и детсадов. В частности, вывозили из помещений парты, шкафы, другую, шкафы и другую мебель. Ну, то есть, необходимо, видимо, российским оккупантам. Об этом, о таком факте сообщали в Центре национального сопротивления украинском. По данным этого центра, таким образом, военные Российской Федерации готовятся к возможному контрнаступлению вооруженных сил Украины и грабят регион, пока есть возможность. Это свидетельствует, что сами российские войска не верят в то, что им долго удастся оставаться в Украине. И о Мелитополе далее, буквально коротко. А там, во временно оккупированном городе Запорожской области-то, россияне начали вторую волну так называемой национализации жилья. Об этом сообщил избранный городской мэр, это городской глава города Иван Федоров. По его словам, первая волна проходила два месяца тому назад, когда российские военные устраивали рейды, обнаруживая пустые квартиры. Сейчас же вешают на дверь объявление о том, что объект якобы имеет признаки бесхозности. Вот как раз такой документ был на ваших экранах. Либо же ставят корректором метки на ячейке двери и проверяют, живет ли кто-то вообще в этом помещении. Кроме того, у населения забирают жилье за неуплату коммунальных услуг в кассы оккупационных администраций. Один из месседжей, который я слышал в отношении, к примеру, национализации жилья от граждан Российской Федерации, которые верят Скобеевой и Симоньян, это, в принципе, можно описать таким образом. А что вы хотели? Мы же пришли защищать Донбасс, мы же пришли защищать Мелитополь и Энергодар. Теперь жители этих территорий что-то должны нам отдать. Вот такая вот концепция работает и живет для некоторых граждан Российской Федерации. Как ни странно, но граждане Российской Федерации подобные виды мародерства, подобные виды завладения чужим имуществом абсолютно в нарушении всех норм права считают нормальным. Я не знаю, почему так сложилось, что большей части населения России к этому относятся очень спокойно. Они не видят ничего в этом страшного. Я понимаю так, что пропаганда и отсутствие информации, что логично. Ну, условный, простите, пасечник, это главарь так называемой ЛНР, или Пушилин, главарь так называемой ДНР, который ездит к самопровозглашенному президенту Беларуси Лукашенко, они же не будут говорить о том, что в Донецке вода появляется еле-еле, или вообще ее нет. Или что в Волчевске, городе Луганской области, оккупирован с 2014 года, вода бывает раз на 3-4 дня. И это нормальная ситуация, и местные жители пытаются к этому как-то приспособиться. То есть россияне не знают об этой ситуации по понятным причинам. Вот эти главари, о которых я сказал, они же не будут говорить, как и российская пропаганда. Но понимаете, тут проблема глубже, потому что тут же не только вот коммунальные плохо стало жить, тут проблема права. Люди в Российской Федерации не понимают, что право собственности — это нерушимо. Я так думаю, что проблема гораздо глубже. Я так думаю, что Украина все-таки за 30 лет оторвалась от вот того совка, в котором мы жили, извиняюсь за слэн, и в Украине все-таки строилось эти 30 лет, может быть, не так быстро, может быть, не так, как нам хотелось, качественно, но строилось правовое государство. В России все это время этого не было. И Россия осталась вот в том Советском Союзе, в котором не было права собственности. И мне кажется, у них это право не привито, и они не понимают, что это такое. И поэтому вот это мародерство, поэтому спокойно население реагирует на то, что нужно прийти, забрать чужое жребё, забрать чужое имущество. Мне кажется, они остались жить вот в том, что всё вокруг Советского, и всё вокруг моё. Ещё один контекст, в конце буквально, Татьяна, о ситуации с безопасностью. Единожды видел также такие массажи о том, что вооружённые силы Украины обстреливают Донецк каждый день, о том, что вооружённые силы Украины убивают жителей Донецка, Донецкой области, Луганской области и других областей, временно неподконтрольным вооружённым силам Украины. Насколько подобная информация, её можно рассматривать как правдивая, частично правдивая, и кто является главным триггером отсутствия безопасности на территории Донецкой, Луганской областей, части Запорожской, Херсонской и в Крыму? Ну, понятно, что жители Запорожья и жители Юга, Мелитополя, они понимают, кто здесь виновен, и кто триггер, и если бы не пришла Российская Федерация, то не было бы ни смертей, ни разрухи, ни мародёрства, ничего бы этого не было. К сожалению, жители Донецкой области это начали понимать массово после 24 февраля. Вернее, они понимали это ещё и до 24-го, но это не было так массово. То есть если в 2014-2015 году многие, очень многие, ну что греха таить, ждали Россию, и надеялись на какие-то большие пенсии, на какие-то социальные большие льготы, что будут у них бесплатные путёвки на курорты, как это было в Советском Союзе, и дешёвые продукты питания, то там к 19-му, к 18-му году стали понимать, что нет, Россия это не Советский Союз, и многие уже были разочарованы. Но сейчас в открытую жители Донецка говорят о том, что мы понимаем, что если бы это всё не было заварено, вот эта каша в 2014-м, и не пришла Россия, то и ничего бы, и этой разрухи не было, и всего бы этого не было, мы бы продолжали жить так, как живём. И даже те, кто ходили на референдумы, и даже те, кто изначально сами шли добровольно получать российские паспорта и ждали Россию, даже они сейчас понимают, кто в этом виноват, и они об этом уже начали говорить. Если до этого эти люди молчали, и они ни о чём не говорили, вначале они переосмысливали, вначале они не могли в это поверить, что как они могли ошибиться вот так, то сейчас они начинают об этом уже говорить. И это позитив, я считаю. Татьяна, спасибо вам огромное за ваш анализ, за те месседжи, которые вы несли сегодня в нашем разговоре. Всегда рада вам в эфире «Фридом». Я напомню, что Татьяна Иванова была с нами на связи, правозащитница, общественный деятель. Татьяна Иванова была с нами на связи,